всем привет я очень рада видеть вас на своем канале меня зовут Лиза и в этом видео я буду читать вам интересные факты о бабочках и видеосопровождением будет процесс рисования рисует моя подруга Катя на моем канале уже есть видео, в котором Катя рисует картину маслом а я читаю интересные факты и это видео пришлось многим по душе меня просили снять что-нибудь подобное и вот мы с Катей организовали такой проект находясь в разных странах она рисует а я буду читать шепотом факты с ушка на ушко обязательно перейдите в инстаграм Кате она там выставляет и фотографии своих работ как маслом так и акварель а также ставьте лайк этому видео потому что это поможет в продвижении моего канала я буду вам очень благодарна и давайте же уже начинать и давайте же уже начинать у самой маленькой бабочки ацетозии размах крыльев всего около 2 мм у самой большой чесание окрепины до 28 см самая большая ночная бабочка атакус атлас ее крылья имеют размах до 30 см бабочки как и слоны питаются с помощью хобота точнее хоботка всего в мире существует около 165 тысяч видов бабочек и мотыльков да да именно тысяч причем большинство из них предпочитает вести ночной образ жизни ежегодно их список пополняется новыми видами пражники ночные мотыльки умеют подвывать на волчий манер это воющее жужжание имитирует таковое у пчелиной матки что позволяет пражнику беспрепятственно пробраться в пчелиной кули и полакомиться медом который составляет изрядную долю его рациона и бабочки водятся на всех материках кроме антарктиды глаза бабочки состоят более чем из тысячи вазеточных элементов каждый рецепторы отвечающие за вкус находятся у бабочек на лапках некоторые виды бабочек за всю жизнь весьма короткую откладывают более тысячи яиц из которых затем вылупляются гусеницы бабочками охотно питаются многие другие виды например птицы и хамелеоны самые северные из бабочек обитают менее чем в тысячи километров от северного полюса на принадлежащем Канаде острове королевы Елизаветы в Китае, Индии и некоторых странах Южной Америки население не гнушается употреблять бабочек в пищу некоторые виды бабочек могут развивать во время полета скорость свыше 60 км в час за минуту полета покрывая расстояние равное 20-30 тысячам длина их собственного тела большинство бабочек боится воды ну например сиреневая пятница может спокойно вынырнуть если случайно упадет в воду отряхнуться и полететь дальше бабочки монархия разбираются в лекарственных растениях и умеют применять их в медицинских целях если помощь требуется их потомству у бабочек нет сердца артерий и вен кровеносную систему им заменяет сосуд находящийся в брюшке с трубкой идущей к голове бабочки различают всего три цвета красный желтый и зеленый существуют и бабочки вампиры питающиеся так же как это делают комары калиптра эустригата впрочем кровью питаются только самцы самки же предпочитают растительную пищу скелет бабочки точнее экзоскелет находится не внутри ее тела а снаружи все внутренние органы находятся внутри него экзоскелет бабочки защищает насекомое от высыхания он находится на внешней стороне тела и не дает выхода влаги из тела бабочка капустница очень плодовита если бы все потолще хотя бы одной капустнице выживала за сезон на свет появилось бы столько ее потомков что они весили бы втрое больше чем все люди на земле вместе взятые в Китае бабочки считаются символом любви и влюбленных наука о бабочках называется репидоптерология бабочки женского пола проживают более долгую жизнь чем самцы у бабочек отсутствует зло вместо этого они ощущают вибрацию по способности опылять растения бабочки занимают второе место после пчел в Стокгольме есть специальные оранжереи где люди проходят терапию от стресса с помощью бабочек я кстати один раз была в оранжереи где свободно летают разные виды бабочек там поддерживается специальная атмосфера уровень влаги и тепла а также много стеней и это было очень забавно особенно когда на мое платье у меня было такое белое платье родились бабочки бабочки способны поглощать вдвое больше еды чем сами весят с с с с с с с с с энергией которые накопили в стадии гусеницы в тропиках живут бабочки которые питаются слезами животных например черепах самцы этого вида считают это особенным лакомством но все же большинство бабочек питаются нектаром и соком трав содержащими сахаром бабочки могут напиться с обродившим фруктовым соком и впасть в состояние объединения самец бабочки шелкопряда может обнаружить запах замки при задержании 5 молекул феромона в 10 мм воздухом бабочки не могут летать во время землетрясения самцы бабочек затурничают замку на расстоянии до 11 км у бабочек огневок гусеницы живут в воде и грызут водные растения часто в названиях бабочек встречаются имена древнегреческих богов и героев потому что знаменитый швед Карл Линей создатель первой научной систематики животных относился к бабочкам по-особенному и считал, что они такие же яркие и прекрасные как и герои мифа Хобби писателя Владимира Набокова коллекционирование бабочек в его коллекции было более 4000 экземпляров Эту коллекцию писатель подарил зоологическому музею при Лозаннском университете а еще ему принадлежит открытие 20 видов бабочек Бабочка Монарх преодолевает без устали тысячгометровый путь и считается самой лучшей бабочкой по выносливости Больше всего бабочек обитает в районе тропиков а те, что встречаются в органической зоне обычно очень невзрачные на вид похожи на прозрачное стекло в них совсем отсутствует яркий краскрылышек Изображения бабочек нашли в древних фресках египетского города Фивы археологи установили что эти фрески были сделаны примерно в 1500 году до нашей эры Японцы верят в мистицизмы связанные с бабочками они считают бабочек насекомыми которые приносят счастье в дому поэтому на японских свадьбах всегда присутствует пара бабочек сделанных из бумаги на счастье молодоженов На британском побережье Дорсета в конце прошлого века ученые нашли останки самой древней бабочки Молли ее возраст более 175 миллионов лет Бабочки живут даже в пустынях например, бабочка ёлка единственная из бабочек которая опыляет пустынные кактусы Мы любим бабочек за красоту и разнообразие узоров на их крылышках но природа создала их для защиты от птиц которые любят полакомиться насекомыми но не всегда могут заметить похожие на цветок яркие насекомые У бабочек жизнь состоит из четырех циклов в начале эти насекомые представляют зубы яйца из которых выходят гусеницы они превращаются в куколок из которых вылетает непосредственно сама бабочка четвертая фаза жизни когда мы видим бабочек в полете называется имак самая длительная диапауза у бабочек югок бабочки из штата Невада делают путь от личинки до бабочки за целых 19 лет американские ученые смогли понаблюдать весь этот продолжительный путь превращения в бабочку в условиях биологической лаборатории продолжительность жизни бабочек очень маленькая они летают всего несколько дней и умирают но среди этих насекомых есть долгожительница у брикстонской бабочки цикл жизни имака длится около 10 месяцев в России больше всего распространены бабочки павлий и глаз особенно много их в сибирском регионе страны ее нельзя перепутать с другими бабочками благодаря необычному рисунку в первых крыла у этого насекомого вишнево-коричневого цвета есть пятно в виде глаза нижняя часть крыла полностью черно-сбурой расцветки у бабочек для дыхания есть дракеи и трахеолы а также воздушные мешки они втягивают кислород в тело через дыхание отверстие в животе уникальный дар был сделан Ким Ир Сену на его 80-летний юбилей ему подарили живопись на военную тему сделанную из крыльев 4,5 миллиона бабочек с ума сойти бабочка-парусник королевы Александры одна из самых редких в мире эта крупная бабочка обитает только в Бапуа-Новой Гюнеи коллекционеры устроили охоту за красивым насекомым поэтому этих бабочек в живой природе острова осталось очень мало основатель мировой религии Будда обращался с религиозными речами к бабочкам поэтому приверженцы этого вероучения очень уважают этих чешуя крыла близорукость бабочек одно из главных качеств этих насекомых хотя у них есть крошечные линзы для лучшего зрения 4 крыла бабочек покрыты чешуйками которые являются мешочками с прозрачными репреситыми стенками после неосторожного прикосновения они отваливаются и крылья выглядят полинявшими на самом деле крылья бабочек прозрачны чешуйки которые покрывают крылом просто отражают солнечный свет и этим самым придают себе окрас в редчайших случаях чешуйки у бабочек присутствуют очень маленькие количества либо же вовсе отсутствуют бабочки никогда не спят откуда произошло слово бабочка как считают многие ученые слово бабочка является исконно русским в своем современном значении слово бабочка стало известно в начале 18 века многие исследования полагают что этимология слова все таки связана с женщиной так как древние славяне верили что именно эти насекомые являются воплощением душ умерших женщин в некоторых источниках встречается уточнение что этими женщинами по поверьям древних славян были чаще всего колдуньи хоботок бабочки это видоизмененная нижняя челюсть которая преобразована в сосущих горках а вот у гусеницы бабочки довольно сильные челюсти благодаря которым она может жевать твердую пищу ученые считают что бабочки появились около 250 миллионов лет назад а возраст дневных бабочек составляет около 40 миллионов лет многие из этих крылатых насекомых живущие 30-40 лет назад 30-40 миллионов лет назад имели сходство с современными бабочками в Японии считается что если в жильище слетит бабочка это счастье поскольку она является символом всего самого светлого и хорошего жизни именно поэтому многие японские праздники и шествия открываются танцем бабочек которых символизирует радость жизни самая тяжелая бабочка в мире это бабочка древоточец ее вес составляет до 30 грамм куколка куколка высокогорного Аполлона обитающего на восточном помире ускоряет свое развитие если на период лета придется сильный снегопад или длительное улучшение погоды и слон и бабочка могут уловить даже звуки частотой в 1 герц в то время как диапазон человека составляет от 20 до 20 тысяч герц и прочитаю немного фактов про Набокова и бабочек свою первую бабочку Набоков поймал в 6 лет видимо на маленького Владимира это создание произвело весьма сильное впечатление в итоге дешевые крылья занимали довольно значимую часть в его жизни в 9 лет Набоков увлеченно изучал монументальный труд бабочки Британии повзрослев и эмигрировав какое-то время он даже работал смотрителем коллекции чешуи крылых в Карвардском музее сравнительной зоологии с 1941 года в течение 29 лет Набоков называет и описывает не менее 20 видов чешуи крылых в память об ученом даже назвали род голубянок Набокове а несколько десятков бабочек получили имена в честь его литературных героев поэтому для эндемологов Набоков не только классик литературы но и науки бабочки появляющиеся в каждом из художественных текстов автором которых был Набоков писатель следователи вы насчитали 570 таких упоминаний на это все это все факты которые я собрала для вас и я надеюсь что вам понравилось вас расслабило это видео что вы получили статическое удовольствие наблюдение того как рисует Катерина и также узнали много нового про бабочек я желаю вам сладких снов и до скорой встречи пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Великобритании Борьков Великобритании Великобритании